Всем привет, с вами Информ ТВ. Михаил Волонтир начал сниматься в кино в конце 60-х, а всесоюзную популярность ему принесли фильмы «Цыган» и «Возвращение Будулая». Будущий актер родился в Румынии в 1934-м и с самого детства обожал лошадей. Но повзрослев, у парня появилась другая мечта. Его манила небесная высь. Михай мечтал стать летчиком. Но поступлению в летное училище помешали проблемы со здоровьем. В итоге мечта о небе так и осталась всего лишь мечтой. Тогда волонтир отучился в педагогическом институте и пошел работать преподавателем в сельскую школу. На то время он даже и не помышлял об актерской карьере. Вскоре в одной из деревень открылась вакансия директора местного дома культуры. Волонтир предложил свою кандидатуру и его приняли на эту должность. Как раз на этой работе мужчина и раскрыл свой актерский потенциал. Михай, что называется, загорелся сценой и решил, что именно актерство является его призванием. Волонтир переехал в Молдавию, где поступил в учебную труппу при музыкально-драматическом театре. В итоге на сцене этого театра он играл до последних дней жизни. Многие женщины мечтали оказаться рядом со статным красавцем, но сдержанный волонтир избегал мимолетных интрижек. Его избранницей стала актриса Ефросинья Дабенде. Немногословный волонтир довольно своеобразно признался в своих чувствах артистке. Он написал ей записку с предложением выйти за него замуж. Но женщина согласилась. Друзья пары утверждали, что Ефросинья как никто подходила Михаю. Такая же красивая и сильная духом, как и он. В минуты жизненных неурядиц она всегда была рядом с мужем, поддерживала, давала мудрые советы. Сначала молодая семья жила очень скромно. Театральное деятельность не приносило большого дохода и денег хватало только на самое необходимое. Но со временем Михай стал чаще сниматься в кино. Также выступал на молдавском радио. И финансовое положение семьи постепенно наладилось. Всесоюзная популярность пришла к нему, когда мужчине было уже за 40. Он снялся в остросюжетной киноленте в зоне особого внимания. Затем последовали цыган и возвращение Будулая. После них волонтир стал всенародным любимцем. Несмотря на внешнюю мощь, у Михая были проблемы со здоровьем. Он долгое время болел сахарным диабетом, а в преклонном возрасте начались серьезные осложнения. Пенсия у актера была маленькая, поэтому он не мог позволить себе дорогое лечение. Первой пришла на помощь Клара Лучко, коллега волонтира по фильмам о Будулая. Она организовала сбор денег на лечение дорогого друга. Помогали и актеры, и поклонники таланта. На собранные средства были сделаны операции, благодаря которым мужчина почувствовал себя лучше. Актер был очень благодарен Кларе. Когда Лучко внезапно скончалось, Михаил Ермолаевич буквально рыдал над могилой своей спасительницы. Самого Михая не стало в 2015 году. Актера похоронили в Кишиневе, на центральном кладбище. До последнего момента с ним находилась его любимая Ефросинья. А вы помните волонтира? Если да, ставьте лайк. Также не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!